Правительство области подготовит соглашение о сотрудничестве в развитии уральских предприятий, входящих в состав Евразхолдинга. Такое поручение губернатор Евгений Куйвашев дал во время встречи с президентом Евразхолдинга Александром Фроловым. Участниками встречи также стали председатель правительства области Денис Паслер, вице-премьер Александр Петров, председатель Федерации профсоюзов региона Андрей Ветлушских и представители уральских предприятий Евраза. Губернатор отменил, что в состав холдинга входит несколько крупнейших градообразующих предприятий Свердловской области, В том числе Качканарский горнообогатительный комбинат, Нижнетагильский металлургический комбинат и Нижнесалдинский металлургический завод. В условиях достаточно серьезной нестабильности на рынках, конечно, нам очень важно сегодня обсудить вопросы, которые в первую очередь помогали бы холдингу развиться, помогали бы реализовать ряд инвестиционных проектов. Вместе с тем необходимо и соблюдать условия соглашений, коллективных договоров и, безусловно, все наши планы должны быть четко синхронизированы для того, чтобы Евросхолдинг, один из крупнейших налогоплательщиков Свердловской области, продолжал развиваться. Вместе с тем, при том, при всем, конечно же, необходимо привлекать к работе нашей и профсоюзной организации для того, чтобы удержать кадровый потенциал. Александр Фролов поблагодарил главу региона за возможность лично встретиться и обменяться взглядами по развитию предприятий. Он согласился с губернатором в том, что ситуация в индустрии достаточно сложная и подчеркнул, что стагнация в отрасли наблюдается не только в нашей стране, но и во многих других государствах. Готовящееся соглашение поможет скоординировать усилия, направленные на развитие расположенных на территории Свердловской области предприятий Евраза. По словам председателя правительства Дениса Паслера, документ позволит определить, что планируется сделать для развития предприятий, какие инвестиционные проекты будут реализованы и в какие сроки, как организации будут участвовать в программе развития промышленности региона. Так планируется, что холдинг в течение четырех с половиной лет вложит в Качканарский ГОК порядка 14 миллиардов рублей. Кроме того, губернатор поручил оценить перспективы развития и других предприятий, входящих в состав Евраза. Областной премьер-министр также отметил значимость того, что текущий и следующий год между Евразом, как работодателем и профсоюзными организациями предприятий компании достигнуты соглашения по основным положениям коллективных договоров. Это очень важно, когда сотрудники понимают свои перспективы, понимают, соответственно, свои доходы и за что работают. Вы знаете, что у нас есть областная программа развития промышленности, и, конечно же, Евраз не может туда не войти, как основной, одной из крупных предприятий в области, которая работает. Поэтому мы сейчас готовим соглашение на эту тему, где будет понимание у областных в России и, безусловно, у людей, что планируется на этих предприятиях делать, как модернизироваться, что будет инвестироваться и вообще, по сути, перспективы. Поэтому, мне кажется, основные вопросы, которые были, это коллектив, это перспектива и взаимоотношения. Продолжение следует...